Старшее поколение помнит хорошо, а вот молодым димитровградцам и представить сложно. Но на этом месте, где храм, был парк культуры и отдыха. А вот на этом месте, где пусты, располагалось здание Дома Советов. И в 64-м году три комнаты в Доме Советов были отданы Краеведческому музею. Эта дата и стала официальной точкой отчета дня рождения нашего музея. Но в конце 80-х Дом Советов признали ветхим и строение снесли. Фотографии того двухэтажного здания нам показал научный сотрудник Инна Безногова. И отметила, что музей там просуществовал недолго. В 78-м году городские власти приняли решение отдать под музей одно из самых красивых архитектурных строений в нашем городе – здание по улице Прониной. Изначально это был приют. В годы Великой Отечественной здесь располагался Ивако-госпиталь, а потом детская больница. Построил это здание Меликевский купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин гласной посадской думы Федор Григорьевич Марков. Построил здание сиротского приюта для мальчиков в памяти своей жены Александры Васильевны Марковой. На содержание приюта навсегда он выделил капитал в 100 тысяч рублей. Однофамилец Николай Марков стал первым директором музея. А тесть Николая Ивановича Степан Дырченков, известный в те годы ветеринарный врач, заложил основу коллекции по истории Меликеса. Она насчитывала чуть больше тысячи экспонатов. За эти годы, безусловно, коллекция приумножилась. И сейчас в музее и его хранилищах находится порядка 20 тысяч предметов. В том числе и этот письменный стол конца 19 века, принадлежавший Степану Дырченкову. Юлия Лаптева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда. Юлия Лаптева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.